Привет, с вами Женя, Олег. Сегодня я вам покажу несколько вариантов исполнения трайпа цвипа. Первый базовый вариант, самый простой. Я запуливаю гард, беру сразу основной захват за рукав. Манки грипп заправляю четыре пальца, хватаю достаточно крепкий захват, его сложно сорвать. И он дает хороший контроль. В принципе, я эту руку хорошо контролирую. Ставлю руку на пол, сбережаю под соперника, сразу упираюсь правой ногой ему в таз, продолжаю держать руку. Теперь я поворачиваюсь на левый бок, то есть я немного фронтально, я поворачиваюсь на левый бок, дотягиваюсь до его ноги. Из этой позиции я буду выполнять свип. Чтобы мне придать свипу максимальную силу, я разворачиваю стопу носком вовнутрь. То есть изначально я запуливал, у меня носок был наружу, я разворачиваю носок вовнутрь, полностью ложусь на левый бок, немного откривечиваю, замахиваюсь ногой и выбиваю ногу соперника. Вместе с тем, что я ее выбиваю, правой ногой я его толкаю от себя. Получается рубящее движение, я встаю на него, не бросаю ни рукав, ни ногу. Отсюда у меня уйма вариантов прохода. Например, я перехватываю, беру другую ногу, разворачиваю ее вверх, оказываюсь в позиции стоп-контроль. Отсюда продолжаю свои атаки. Еще раз. Захват, гардпул, нога, разворот. Оказался в позиции лагдраб, не так важно. Прихватил, развернулся, гард пройден, можно продолжать атаки. Последний раз для выяснения. Следующий вариант исполнения этой техники, это когда соперник предугадал в момент моих захватов, что я буду делать. И успел среагировать, переступить мою ногу. Как это выглядит? Я его затянул в гард, схватил ногу, меняю позицию. И на том моменте, где я делаю мах, соперник отшагивает. Здесь важно тоже понять, что движение не закончено, его можно продолжить. Я продолжаю этот мах, и за счет маха ноги я разворачиваюсь на четвереньки в позицию черепаха. Развернулся, свои захваты я не бросаю. Иду немного на соперника и хватаю его ногу. Перехожу в позицию сингл лэг. Вот. Здесь что мне важно? Здесь мне нужно, чтобы моя голова, правая рука остались со стороны живота соперника, левая рука ему уходит за спину. Отсюда я переступаю ногу соперника. И в принципе, просто разогнувшись, я могу его перевести на пол. Остальные там варианты перегауна мы можем разобрать в следующий раз, или вы можете так же посмотреть в интернете. Еще раз. Давай, давай, с этой стороны. Запулил гард, взял те же самые заклады, мах, встал, переступил ногу, перевел. Последний раз. Третий вариант, который мы сегодня рассмотрим. Базовые захваты те же самые. Рука, нога, правая нога в тазу. Отсюда что я делаю? Я меняю свои ноги, левая нога переходит в таз, упирается в точку сгиба, линию сгиба между корпусом и бедрами соперника. Правая же нога опускается крючком под колено. Развините, лисун. Правая нога опускается крючком под колено. Обратно. Теперь, что я делаю? Я левой ногой толкаю от себя, а уже своим вот этим правым крючком тяну к себе. И оказываясь в этой же позиции, теперь я выполняю технику стандарт. Встаю. И отсюда очень удобно проходить гард сразу, в одно движение. Еще раз. Левая нога упирается в линию сгиба. Правая нога крючком заходит под колено. Левая толкает, правая тянет на себя. Теперь встали, обошли гард. Еще разочек покажу. Еще разочек. Надо убить премиум. А? Надо упадет премиум. Последний на сегодня вариант исполнения трепа цвипа. Захваты те же самые. Правая рука monkey grip. Левая рука под пятку. Левая нога в тазу. Правая нога под колено. Соперник понимает, убирает ногу, понимает, что я его собираюсь убивать, убирает мою ногу. Я заправляю с ростом лариум. Правой ногой я подтягиваю его вторую ногу к себе. Подхватываю рукой. Здесь я соединяю свои бедра и толкаю двумя ногами в сторону колена. Встаю и уже продолжаю свои атаки. Обхожу гард. Еще раз. Соперник скидывает ногу. Я его подтягиваю к себе. Деру соединяю бедра. Толкаю, встаю, вхожу гард. Последний раз. Ты уже говорил так. Как? Последний раз. Ну, обману. На сегодня все. Следите за обновлениями. В следующей серии мы будем делать сальто назад. Продолжение следует.